Всем привет! Сейчас мы рассмотрим, быстренько тоже попытаемся рассмотреть, как же обойти секцию Private в классах, то есть защищенные, там Private или Protected, как же это обойти? Ну это такое хацкерство уже начинается, но тоже иногда может понадобиться, то есть это может понадобиться, к примеру, мы не имеем в большинстве случаев, мы не имеем права получать, точнее менять те модификаторы, менять модификаторы к членам класса, тех классов, которые мы не создавали, либо, ну, которые мы не создавали и которые были созданы кем-то, там, архитекторами, не архитекторами, в общем, не имеем права. Также иногда бывает, что какие-то классы мы имеем только header, заголовок, вот, а все остальное как-то у нас в эти объекты приходят откуда-то, могут с других процессов приходить, в общем, и т.д. ctp, то есть, ну, иногда такое бывает, то есть сейчас не будем вот это рассматривать все варианты, где это может пригодиться, есть сама задача, давайте опишем struct, назовем A, или давайте тест, вот, и, к примеру, есть секция Private, это вот сейчас у нас тут все хорошо, и у нас сейчас есть полностью описание этого класса и его реализация. Так, ну, давайте создадим mint, дальше давайте добавим строку, так, 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 string mstr, и давайте добавим еще вектор. вектор, и вектор поместим вот сюда, в самое начало, вектор будет у нас флотов, mvflot, вот. конечно же вы, я думаю, уже знаете, что лучше располагать по мере возрастания, то есть, члены класса располагать по мере возрастания ихних размеров, но сейчас мы немного другое рассматриваем, и так пойдет, вот. так вот, мы знаем, у нас есть структура, мы откуда-то знаем, а, ну, давайте самый-самый глупый способ, самый тупой, короче, за это пальцы отрубают, но define, так, private public, вот. вот, так, давайте создадим объект этого типа, а, и давайте а.mint равно 90, как вы видите, что за build all, так, собираем, все нормально, ну, это, ну, это, я даже не знаю, как бы, это свет от адства даже, что ли, вот. вот, то есть, по факту здесь компилятор, все, все слова private заменит на public, вот и все, применится ко всему проекту, так делать нельзя вообще, вот. тем более, если, если, если этот объект приходит откуда-то, мы только знаем его структуру, мы можем посмотреть его чертеж, вот, но изменить его мы не можем, потому что там реализация может быть где-то скрыта, но чертеж открыт, вот, то есть, по-хорошему, изменить вот так вот напрямую нет, нельзя, и функций для этого нет, чтобы изменить, к примеру, вот эту переменную, либо str, либо вектор, то, что в этом случае делать, если мы знаем полностью его чертеж, и чтобы не нарушать, вот, не изменять вот эту private, мы делаем следующим оба, что мы делаем, мы делаем вот так вот, str, test, к примеру, напишем public, мы делаем полную копию всех членов этого класса, вот, то есть, по факту полная копия, только здесь все открыто, далее, а далее берем просто нашу а, приводим, берем адресочек и приводим к указателю на типа test public, вот, вот так вот, и еще вот так вот обернем, и теперь, 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 мы можем, к примеру, вот сюда, что-то записать, равно 0, а, к указателю, к указателю, и давайте попробуем, давайте тут 10, записать во все три перемены, что-то, строку что-нибудь запишем, тоже, вот так вот будет, и еще добавим вектор, какое-то значение, давайте, mvflot, и вызовем функцию pushback, pushback 90.f, вот так вот, есть, и теперь давайте посмотрим, предупреждений никаких нет, и теперь смотрим на объект, то есть, эти члены, они закрыты, но, таки, теперь они уже не закрыты, вот таким вот нехитрым способом, но здесь есть некоторые подводные камни, то есть, нужно быть внимательным и предельно осторожным, потому что, все-таки, если мы не уверены, что это полностью чертеж нашего объекта, то мы можем изменить не те объекты, которые хотели бы, более того, есть такая тема, как скрытая реализация, об этом я сделаю видео, она называется, она ppmpl, вот, идиома такая, когда детали, то есть, из чего состоит, то есть, объект определенного типа, в данном случае, они скрываются, и как они скрываются, в заголовочном файле может быть указатель, там, к примеру, на вот этот тип, а в cpp файлах, в самих реализациях, полностью расписаны, из чего он состоит, соответственно, посмотрев на h файл, мы совершенно можем не увидеть, мы можем не знать, из чего он состоит, то есть, из каких полей членов этот класс состоит, то есть, этот способ хорош, когда мы уверены, что полностью скопировали его, то есть, все его составляющие, дальше, нужно быть очень внимательным, если класс, вот этот тест, от кого-то наследуется, то нам точно так же нужно пронаследоваться, это обязательно, количество же функций, функций не надо копировать, они никак не влияют, за исключением, давайте я сейчас добавлю еще несколько функций, b, c, d, e, f, вот, сколько бы я ни добавлял, вы уже знаете, что это где-то в одном месте скомпилировано, и эти функции обращаются непосредственно к указателю this, то есть, к тому объекту, который вызвал эту функцию, вот, и они, вот эти функции, на размер объекта в памяти, никоим образом не влияют, кроме, кроме одной, вот, все у нас верно меняется, вектор, строка и целочисленное значение, вот, но в одной из лекций, по-моему, там по virtual, я говорил, что как только вы увидели, что есть virtual, сколько бы этих virtual, кстати, тоже не было бы, ну, давайте сделаем вот так, три функции virtual и три не virtual, вот, достаточно всего лишь одного слова virtual, чтобы наш объект, вот этот конечный, вырос там на 4 или на 8 байт, то есть, создается табличка виртуальных функций, об этом у меня лекция была, так вот, если же есть слово virtual, то здесь, когда мы будем делать копию, обязательно втулите что-нибудь, вот, ну, virtual, void, f, и все, этого хватит, смотрите, почему обязательно, чтобы мы имели полную копию, чтобы первые 4 байта, вот здесь, в объектах этого типа, ссылались на таблицу виртуальных функций, точно так же, как и здесь, если же мы это упустим, если же мы это упустим, и попробуем выполнить наш код, то давайте посмотрим, что произойдет, вот наш защищенный объект, вот табличка виртуальных функций, и что мы сейчас сделаем, вот эти первые 4 байта, а не, они не первые 4, ладно, пока нормально, ну, уже двоечкой что-то записалось, потом в строку, короче, понеслось, вот, то есть, была попытка, и скорее всего не была, а она как-то выполнилась, мы затронули ту область, где у нас расположена таблица на виртуальных функций, вот, в данном случае у нас не полная копия, поэтому обязательно, если хоть одно слово virtual есть, делаем вот здесь просто f, не обязательно что-нибудь там, просто virtual, а главное, грубо говоря, добавится 4 или 8 байт, то есть, так как это на какой-то одной платформе, то, 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 то все у нас будет работать, вот, ну, и если, к примеру, тест от кого-то наследуется, соответственно, и здесь нужно провести это наследование, вот, и когда мы ничего не упустили, мы знаем, что это полная копия, что в этом классе, в котором скрыты члены, нету скрытых реализаций, вот, когда мы это знаем, то ничего неожиданного произойти не должно, вот, 10, все верно, str, все верно, вектор поменялся, все верно, то есть, по факту, смотрите, объект А, типа тест, имеет скрытые члены, но, вот таким вот способом, приведением к полной копии этого класса, но со всеми открытыми, как бы, членами, то есть, приведение к этому типу нам дает возможность полностью поменять любой член класса, да, любое содержимое изменение. Вот, вот один из таких элегантных способов обойти эту private, либо protected, это без разницы, вот. вот, но это нужно делать очень аккуратно, но в языке C++ нет ничего невозможного, вот, самое главное, вам нужно понимать, как ложатся объекты конкретных типов в память, вот. Ну, на этом все. Поэтому, если ты не подписался, подписывайся, жми колокольчик, пиши комментарии, делись этим видео, и на этом тебе большое спасибо. Все, всем спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok